Инвестиции, экспорт, инфляция. В Беларуси утверждены параметры прогноза социально-экономического развития на следующий год. Торговый дом, оптовый склад и экспорт строительных услуг, новые проекты и направления сотрудничества с Приморским краем России. Импортозамещение в медицине, протез коленного сустава отечественного производства успешно прошел клинические испытания. И сохранение ценностей. Соломоплетение Беларуси теперь в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В эфире программа «События». В студии Юлия Перцова. Здравствуйте. В Беларуси утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития на 2023 год. О драйверах роста спросим у нашего обозревателя Олеси Высоцкой. Рост ВВП запланирован на уровне 103,8% к уровню текущего года. А реальных денежных доходов населения 104,1%. Государство намерено развивать перспективное направление. Инвестиции в основной капитал заложены на 122,3%. И это, по прогнозу, станет главным источником роста экономики. Инвестировать предполагается по трем ключевым направлениям. Это строительство жилья, создание и развитие инфраструктуры в регионах, инвест-проекты и техническое переснащение, в том числе со ставкой на импортозамещающее производство. Планируем не сбавлять темпы экспорта. И, судя по отдельным показателям, этого года у нас все получается. Показатель экспорта товаров и услуг разработчики прогноза заложили 105,5%. Потери поставок страны Запада и Украины будем компенсировать на рынках России и Китая, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Ожидается в целом по экономике номинальная среднемесячная зарплата составит 1938 рублей, в бюджетном секторе 1454. Что касается денежно-кредитной политики на предстоящий год, политика будет нацелена на замедление инфляции до уровня 7-8% и поддержание финансовой стабильности. Ставка рефинансирования предусмотрена в размере 10-11%. Курсовая политика в режиме плавающего курса на основе спроса и предложения на валютном рынке. Приморский край России заинтересован в наращивании сотрудничества с Белоруссией. Какие проекты обсуждали? Торговый дом, оптовый склад и экспорт строительных услуг. И это еще не все. Беларусь и Россия могут значительно продвинуться в вопросах импортозамещения. Среди договоренностей поставка машиностроительной коммунальной техники по лизинговым схемам обсуждается дополнительное привлечение белорусских строителей на объекты страны-соседки. Мы отметили, что целый ряд проектов нуждается в некотором ускорении. Определились и прямо в ходе встречи дали соответствующее поручение. Поэтому есть все основания полагать, что мы и этот год закончим на очень хорошей ноте. И следующий год сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь будет тоже очень насыщенным и плодотворным, и результативным. То необходимо создавать оптовые центры, где будут представлены производители пищевой продукции Республики Беларусь, для того, чтобы были понижены цены на эту продукцию для населения. Кроме того, конечно, это большой аспект поставки техники, в том числе автодорожной. И мы будем сейчас подписывать соглашение с промо-агролизингом, промо-техлизингом, с тем, чтобы можно было по лизингам схемам поставить автодорожную, коммунальную технику. Кроме того, конечно, это электробусы, которые нужны для города Владивостока. Есть такой заказ, который мы будем здесь непосредственно осуществлять и делать так, чтобы они были поставлены уже в 2023 году. Сейчас Приморье активно наращивает импорт белорусских продуктов питания, которые пользуются там спросом. В планах открытие оптового центра товаров из Беларуси. Беларусь наращивает товарооборот с Арменией. За 9 месяцев года этот показатель вырос вдвое. На что делаем ставку? 28,5 миллионов долларов цифра с хорошим ростом, но не предел совершенства. Как нарастить показатель, обсуждали в Минске. В столицу прибыла представительная армянская делегация. Ключевые темы – это наш конек, машиностроение, строительство и взаимные поставки продовольствия. Армянские старания очень интересны. Машиностроение, продовольственные продукты, многое, многое другое. Плюс строительная отрасль для нас очень интересна. Привлечь белорусские строительные компании на капитальное строительство в Армении, финансовое сотрудничество. У нас ежегодно наблюдается рост взаимного товарооборота. Растет как поставки из белорусской страны, так и из Армении в нашу республику. И здорово, что это поставки взаимные. То есть мы видим, что интерес двух стран к развитию торговли, он есть. Стороны обсудили также продвижение товаров и услуг. Речь о создании торгового дома Армении в Белоруссии. Планируется, что он будет обладать функциями импортера и экспортера различных видов товаров, что поможет двустороннему взаимодействию и расширению торговли. О создании нового импортозамещающего производства заявили промышленники, и оно выведет белорусскую коммунарку на новый этап развития. Ждем подробностей. Коммунарка запустит предприятие полного цикла с инновационным оборудованием. Речь о собственной переработке какао-бобов. Проект позволит заместить импорт какао полуфабрикатов. Общий объем инвестиций оценивается в 46 миллионов евро. Будет создано более сотни новых рабочих мест. Мы начали проект, который через три года даст первые уже объемы. Это увеличение по группе полуфабрикатов, рост выручки, соответственно, рост продаж и к моменту окончания реконструкции, скажем так, потому что мы этот объект рассматриваем как реконструкцию ввода полного цикла, то это удвоение мощностей коммунарки. Новое производство позволит увеличить экспортный потенциал. К слову, в этом году фабрика нарастила внешние поставки на 40%. Компании отгружают продукцию более чем в 20 стран. И только поставки в Китай за 10 месяцев прибавили 60%. Наши сладости ждут в Узбекистане, Армении, Казахстане, в Турции и УАЭ. А на Ветебщине инновации позволят увеличить глубину переработки льна. Какой проект реализуют в Дубровно? Цех катонизации льноволокна запустили на местном льнозаводе. Линия работать будет круглый год. В месяц может переработать около 100 тонн короткого льноволокна. По свойствам после такой обработки волокна становятся похожими на хлопок. А это новые возможности для промышленности. Данный завод – это показатель и пример, что отрасль может быть прибыльна, что она может развиваться, что она может не только себя содержать, но и еще развивать инфраструктуру вокруг. Это же все делают люди. И если бы они не любили свою работу, то вот этого бы никогда не получилось. Только на севере страны к уборке в этом году было подготовлено более 12 тысяч гектаров льна. Тристы собрали на 30% больше, чем год назад. Дубровинский льнозавод в лидерах. И, к слову, предприятия в этом году празднуют почтенный юбилей 90 лет. Спасибо. Обзор подготовила Олеся Высоцкая. Больше новостей из сферы экономики не только на сайте нашего телеканала беларусь24.by. Формат вступительной кампании вузы и СУЗы Беларуси существенно изменится со следующего года. Ключевым моментом станет введение централизованного экзамена. Приятные сюрпризы ждут участников Олимпиад и талантливую молодежь. Подробнее о вступительной кампании 2023 спросим у консультанта управления высшего образования Министерства образования Беларуси Ремы Герловской. Рема Петровна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите о ключевых новшествах вступительной кампании 2023 года. Безусловно, ключевое новшество – это централизованный экзамен. Это итоговая тестация за курс общей средней школы. Безусловно, если в прошлом году и ранее выпускники школы сдавали 4 экзамена, то теперь они будут сдавать всего лишь 2 экзамена. Это значительно облегчит их нагрузку, потому что мы все знаем, что вступительная кампания – это чрезвычайно высокая нагрузка не только на ум, но еще и на нервную систему. Поэтому, кроме централизованного экзамена, мы вводим еще университетские олимпиады. Это дает значительный бонус для наших выпускников, школ и учреждений среднего специального образования. Когда ты, сдав один предмет, сможешь стать и получить заветный билет студента университета. Кроме этого, еще ряд дополнительных льгот есть для выпускников, которые обучались в военно-патриотических классах, которые завершили обучение в клубах военно-патриотической направленности. И также выпускники национального детского технопарка, который был открыт по поручению президента нашей страны. А где и как будет проходить централизованный экзамен? Централизованный экзамен, а уже определено более чем 90 пунктов его проведения. Я думаю, что география этих пунктов также будет расширена. Проходить он будет в основном это учреждения высшего образования, среднего специального и в ряде регионов это учреждения общего среднего образования. Будут сдаваться 14 мая первый экзамен. Это белорусский либо русский язык. Здесь уже выпускник сам выбирает. На выбор. Да. И второй экзамен 21 мая будет сдаваться. И он сдается из перечня тех предметов, по которым проводится централизованное тестирование. Опять-таки здесь инициатива выпускника школы. Он выбирает тот предмет, который он хочет сдать. В Министерстве образования сейчас работает горячая линия по вопросам новшеств. В том числе централизованного экзамена 222-43-12 с 2 до 6. И нужно сказать, что вот вчера она заработала первый день. Уже очень много вопросов возникает. И в частности спрашивают. Зависит ли выбор первого экзамена, у нас есть первопрофильный, когда поступаешь в ВУЗ, и второй профильный. Зависит ли сдача либо первопрофильного на уровне школы, либо второго, абсолютно не важно. Здесь инициатива еще раз абитуриента будущего. Поэтому тот предмет, который он выберет, тот и сдаст. А сколько ЦТ нужно сдавать абитуриенту для поступления в ВУЗ? Если мы говорим о выпускнике школы этого года, который получил эти стад после 1 апреля 2023 года, то всего одно ЦТ нужно будет сдать. И, соответственно, в университет уже будет принесено в приемную кампанию два сертификата централизованного экзамена, один сертификат централизованного тестирования. Но есть еще одно новшество, это характеристика из школы. Кому она понадобится? Характеристика представляется абсолютно любой категории абитуриентов. Неважно, на дневной ты поступаешь, на заочное, на платную форму получения образования за счет средств бюджета. Поэтому характеристика будет предоставляться всеми. Это не только характеристика из учреждения общего среднего образования. Это может быть характеристика, если ты закончил учреждение среднего специального колледжа из колледжа. Это может быть характеристика с места работы, если ты уже являешься работающим человеком. Поэтому здесь широкая тоже география, будучи этих характеристик. Она не влияет на рейтинг при поступлении, она не выстраивает рейтинг. Но она очень сильно поможет впоследствии работать с этим студентом в УЗИ. То есть мы будем знать, какие есть интересы. Мы можем увлечь студента, увлечь его в спортивную жизнь, в общественную жизнь. И это, я думаю, очень хорошо. А что изменится для иностранных граждан, которые приезжают к нам в Белоруссию и поступают в наши ВУЗы? Для иностранных граждан изменится, пожалуй, только увеличится перечень специальностей, на которые они могут подать документы. А в остальном практически все так же будет. У нас уже на данный момент обучается в ВУЗах нашей страны более 50... Географии представлено более чем 50 странами. Поэтому она очень широка. И перечень специальностей мы будем, безусловно, увеличивать для иностранных граждан. Что, желаем удачи вам в вступительной кампании 2023. Спасибо. На вопросы программы ответила Римма Агерловская, консультант Управления Высшего Образования Министерства Образования Беларуси. Далее в программе события импортозамещение в медицине, контакт-центр социальных услуг и соломоплетение Беларуси в списке культурных ценностей ЮНЕСКО. Вернемся в студию через несколько минут. Это программа события на Беларусь24 и мы продолжаем. Белорусские спасатели вернулись на родину после помощи в ликвидации лесных пожаров в Турции. Как прошла миссия, спросим у нашего обозревателя Светланы Черновой. В этом году в Турции дежурили два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и один борт Ми-26. Участвовали авиаторы МЧС в тушении крупнейших лесных пожаров в районе городов Измир, Анталии, Аланье, Сефири-Хиссар, Марморис и Каш. Всего с начала своей миссии белорусские авиаторы выполнили 265 вылетов, а это почти полтысячи часов налета и 1135 сливов воды. По обращению правительства Турецкой республики к руководству нашей страны, президентам республики Беларусь, было принято решение об оказании помощи Турции в тушении лесных пожаров. Скажу больше, что это наш уже десятый сезон, а вообще с 2007 года мы 10 раз оказывали помощь в тушении Турецкой республики. Белорусские спасатели уже почти 15 лет оказывают помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций другим странам. Авиация МЧС привлекалась к тушению лесных пожаров в Греции, России, Латвии, Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии. Белорусский эндопротез коленного сустава прошел клинические испытания. Каковы результаты и когда разработка получит широкое применение? Отечественный эндопротез коленного сустава – это совместная разработка научно-технологического парка БНТУ «Политехник» и сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии. Данная модель предназначена для лечения тяжелых форм остеоартрита. Только в РНПЦ травматологии в год проводят около 250 таких вмешательств. До этого в Белоруссии использовали исключительно импортные протезы, немецкие или французские. Наш – не аналог, а собственная уникальная разработка. На днях его имплантировали пациентки с остеоартритом коленного сустава. Она ходит и чувствует себя хорошо, что подтверждает успех клинических испытаний. Это было поручение Министерства здравоохранения для нас, для ортопедов, разработать свой отечественный, конкурентоспособный, импортозамещающий продукт. Данный эндопротез соответствует всем тем нормативам, которым должны соответствовать современные эндопротезы коленного сустава. Он будет производиться на мощностях, которые расположены в Республике Беларусь. И, наверное, это априори уже говорит о том, что он должен быть дешевле, нежели импортные аналоги. О серийном производстве речи пока не идет. Клинические испытания будут продолжены. И это процесс небыстрый. Подобные операции проведут и на базе других клиник. После завершения клинических испытаний процесс регистрации, а дальше широкое применение разработки. В Минске открылся контакт-центр государственных социальных услуг. Какие вопросы можно решить? Проект направлен на эффективное и качественное взаимодействие минчан с организациями, оказывающими социальные услуги. По единому номеру телефона 139 горожане могут оперативно и точно получать информацию о работе территориальных центров соцобслуживания, стационарных учреждений об оказании социальных услуг, выплатах и предоставлении других социальных гарантий. Людям действительно надо такая линия, где можно позвонить, узнать про услуги, которые сегодня оказывает и предоставляет государство. Даже просто позвонить, рассказать про свою беду, посоветоваться. Это тоже очень важно. Чего не хватает сегодня пожилому человеку? Сегодня это очень важно. Внимание, забота, отзывчивость. И вот я думаю, что именно вот эта линия позволит реализовать вот это направление, в чем нуждаются наши пожилые люди и инвалиды. Создавая этот контакт-центр, мы понимаем, что это первый шаг для того, чтобы человеку быстро получить информацию об услугах. В последующем это будем развивать и развитием портала, и другими формами общения с нашим населением. Контакт-центр принимает звонки по будням с 8 утра до 8 вечера. В перспективе такие центры могут появиться во всех регионах страны. В Бресте открылась новогодняя ярмарка. Как создают праздничное настроение. Центральное место на ярмарке занимает огромный самовар, из которого угощают горячим чаем. Прибор делали под заказ, и он вмещает 380 литров чая. При таком объеме напиток остывает очень медленно. Всего на 2 градуса в час после закипания. В среднем где-то человек 500 мы чаем угощаем. Все фотографируют, все снимают на видео. Каждый хочет что-то запомнить с этого самовара. Исторический центр города украсили стилизованное под старину деревянные домики, где можно купить елочные игрушки, имбирные пряники и подарки. И такая ожившая рождественская открытка не может не привлекать туристов. Зима только началась, а в крупных гостиницах и усадьбах Бреста уже забронированы номера на новогодние праздники. Активность передворительная наблюдается по туристам. В этом году будет 84 участника ярмарок. Хотим сделать немножко праздник по ярмаркам ярче, и поэтому у нас будут всю ночь гореть светодиодные ленты. Ярмарки развернутся на трех площадках города. Самый большой кермаш откроется возле главной елки области. Особенность этого сезона – живая музыка. Артисты будут выступать на ярмарке вечером. Новогодние мелодии прозвучат под аккомпанемент скрипки и баяна. Еще одна новинка – почтовый ящик Деда Мороза, в который можно положить письмо со своим новогодним желанием. Вся корреспонденция идет напрямую в Беловерскую пущу в резиденцию волшебника. Окунуться в сказочную атмосферу праздника можно будет до 14 января. Спасибо. Обзор подготовила Светлана Чернова. Белорусское соломоплетение вошло в репрезентативный список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Повлияет ли новый статус на дальнейшее развитие древнейшего промысла белорусов? И как сегодня в нашей стране сохраняют традиции соломоплетения? Спросим у Геннадия Ходера, консультанта управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Белорусское соломоплетение пополнило мировую сокровищницу нематериального культурного наследия. Что предшествовало победе и какую работу провели для вступления в список? Ну, действительно, на самом деле была проведена огромнейшая работа. К этому мы шли целых три года. Три года. Три года. В 2019 году, после того, как в список ЮНЕСКО вошел наш Юридский Каравгот в Житковичском районе, мы собрались и подумали, что, наверное, вот есть такое вид ремесла соломоплетения, который достоин. Давайте мы попробуем у себя все-таки понять, где это бытует, сколько носителей его поддерживают, ну и, в принципе, как эта картина выглядит. И вот это предложение было как-то встречено немножко скептически, потому что думали, что не справимся, мы не сможем изучить у себя на территории Беларуси. Это был первый опыт, и некоторые даже вот эксперты, они прямо вот так говорили, что, наверное, у вас не получится, потому что все-таки это такой огромный пласт нематериального наследия. Когда появился оптимизм. Но руки боятся, глаза боятся, а руки делают. Мы в 2019 году полностью по всей территории Беларуси изучили бытование этого элемента, да, только на это ушел один год. В 2020 году мы уже включили у себя в государственный список и стройкультурных ценностей белорусское соломоплетение и начали готовить уже досье в ЮНЕСКО. Еще один год ушел, только чтобы подготовить эмуниционное досье. Это большой документ на английском и на белорусском, видеофайл. Ну и в 2021 году мы его уже внесли в ЮНЕСКО, и, соответственно, еще были какие-то консультации. Ну вот, примерно столько времени ушло, прежде чем на 17-й сессии комитет принял такое историческое для нашей страны решение. Ну а почему именно искусство соломоплетения претендовало на внесение в репрезентативный список? Вы знаете, это ремесло отражает глубинные истоки духовности и истории нашего народа. Потому что оно берет начало еще тысячи лет назад, еще до первые, до славянские формирования, первые славянские формирования территории Белоруссии. Во все использовали эти моменты. Допустим, это же и зажиночный сноб, это же и детские игрушки, это какие-то обрядовые действия. И везде присутствовала соломка, снятая с поля, как дань благодарности за хороший урожай. И, соответственно, эта традиция для нас, она потом настолько исторически влилась в ментальность нашего народа, что трудно сейчас белоруса представить без соломенной шляпы, без кокошника, без каких-то соломенных атрибутов. И это на самом деле код, настоящий культурный код нашего народа, нашей нации. Вы сказали, что этому искусству уже много лет, оно передавалось из поколения в поколение. А возрождают ли их современные мастера? Или сегодня вы трудитесь над созданием новых авторских техник? Конечно, сегодня это мастера у нас бытует, это традиция везде. И, конечно же, ее бытованию ничто не угрожает, потому что практически в каждом регионе Беларуси есть ремесленники, даже со званием народный мастер Беларуси, которые непосредственно сами занимаются изготовлением вот таких изделий. И, конечно же, передают. Система передачи может быть разная от поколения к поколению в школе, в учреждениях культуры. И система может быть напрямую связана с обучением каких-то новых учеников. Поэтому каждый мастер, когда он достигает своего какого-то пика развития, он начинает искать какие-то новые приемы технологические, какие-то моменты. И в этом и достигается высокохудожественное искусство соломоплетения. Как новый международный статус повлияет на дальнейшее развитие белорусского соломоплетения? Конечно, повлияет. Потому что, в первую очередь, это имидж, это презентация о том, что теперь о таком элементе заговорят не только у нас, но во всем мире, будет приятно всем носителям. И, опять же, пользуясь случаем, мне хотелось бы поблагодарить всех ремесленников, всех, кто занимается этим, а также всех, кто только приобщается, чтобы они, естественно, понимали, что вы берете за благородное дело и никогда не разочаруетесь, если начнете приобщаться к этому соломоплетению нашему. И, естественно, здесь у нас дальнейшие планы большие по развитию этого элемента. Вот в следующем году мы уже хотим провести какой-то общереспубликанский пленэр либо фестиваль, который объединит всех этих мастеров. У нас уже разработаны планы региональные по сохранению этого элемента. Естественно, статус, он даст новый толчок, я бы даже сказал, новый виток для развития этого промысла в Беларуси. Вот национальный бренд стал пятым по счету белорусским объектом в этом списке. Какие элементы в нем были представлены ранее, а какие белорусские нематериальные ценности в ближайшее время могут получить всемирное признание? Ну, это, конечно же, пользуясь случаем, хочется напомнить всем о том, какие уже у нас есть элементы ЮНЕСКО. На самом-то деле, когда общаешься с молодежью, с какими-то просто другими гражданами, не все знают, что у нас уже пять целых элементов в списках ЮНЕСКО. И, пользуясь этим случаем, хочу опять же их прорекламировать. Первое, в 2009 году, Семежево «Калядные цари», рождественский обряд, очень интересный, на 13-14 января тоже приглашаю, приезжайте в деревню Семежо Копыльского района Минской области. Спасибо. Затем у нас в 2018 году включается в список нематериального наследия ЮНЕСКО еще один элемент, это, значит, Буцловский фест. Это ежегодно у нас в июле происходит такое вот почитание иконы Матери Буцловской, 16 века бытует она. Также очень много пилигримов со всех концов света. В 2019 году пополняется третьим объектом, как я уже говорил, это Юревский караход. Это весенний обряд, в мае он всегда проходит, в Житковичском районе Гомельской области тоже вызывает интерес у туристов. Ну и в 2020 году был четвертый элемент, тоже мало кто знает, однако он есть, мы этим гордимся. Это культура лесного бортничества, на примере Лельческого района Гомельской области. Ну, мы на этом не останавливаемся. И пятый элемент, это всего лишь пятый элемент, как вы хорошо сказали. Можно дальше? В планах на следующий год еще есть один локальный элемент, это Неглюбская текстильная традиция, Ветковский район Гомельской области, очень красивый сам по себе стиль, качество. И сейчас мы также готовим еще один элемент, это культура белорусской дуды, на примере Минской области. И тоже, в принципе, мы планируем в ближайшие годы с этим элементом заявиться. Еще напомню, что у нас уже в ЮНЕСКО находится заявка на белорусское искусство в Этинанке. Предположительное время рассмотрения 24-й год, ну, это связано с формальностями самой конвенции, однако вот в ближайшее время мы уже можем заявить, что вот эти три элемента, они могут в перспективе пополнить наш богатый арсенал наследия человечества. На вопросы программы ответил Геннадий Ходер, консультант Управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси. Итоги и анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе АТН «Главный эфир» все проекты нашего телеканала есть на сайте беларусь24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова